Здравствуйте! Меня зовут Самойленко Наталья. Прежде чем начнется основной сюжет, у нас сегодня очень интересная тема. Я это растение называю «шкура дракона». И мы приехали снимать этот ролик к нашим клиентам, к посетителям садового центра Европлант. Я хотела несколько слов сказать вот об этом месте. Это общественная территория. Это незакрытый коттеджный поселок. Где и сами жильцы, и, соответственно, вся территория под большим забором. Здесь свободный вход. Здесь действительно садоводство, но можно прийти со станции. Фактически это деревня. И люди за своей территорией сделали вот такое озеленение. Здесь есть серое спире. Здесь растет лилейник. Самый простой, но ведь он отлично смотрится. Здесь растет шиповник, маньчжурский орех, клён сахаристый. Там дальше россыпь можжевельников. И знаете что? Во-первых, если посмотреть, то вот эта вот куртина можжевельников, она не полная. Там есть дырки. И первое впечатление сказывается, ну, наверное, растения плохо перезимовали. Наверное, просто их выкинули. А яму забыли закрыть. А потом ты понимаешь, что это не свежая яма, а уже затянувшаяся. И год, два или три это выкопано. Выкопано вот этими вот соседями, которые живут где-то в округе. В этом поселке, может быть, в соседнем поселке, может быть, через два-три дома, или через три-четыре улицы, не знаю. И самое обидное заключается в том, вот здесь очень маленький пластиковый забор. Он не от людей. Просто от собак, которые пробегают и вечно норовят поднять ногу над каким-то хвойным или кустарником. Потому что там молодые посадки морчинистой розы, и хотелось бы, чтобы она укоренилась, и случайно туда не поставили машины. Так вот, люди, которые идут здесь, идут, нет, не матерятся, а ворчат. Понаставили заборов, понакидали камней. У меня вопрос. Почему они напротив не идут, или вот тут буквально сзади? Почему они не идут по этой канаве, по этой сныте, по этому борщевику, или и там не говорят, что понаставили? Я хочу донести очень простую мысль. Наш дом – это не тот участок, за которым мы с вами живем в четырех стенах за забором. И это даже не поселок, в котором находится наш дачный участок, не область и даже не страна. Вот когда мы с вами это поймем, что хорошо должно быть не только у себя и моя хата с краю, но и за пределами наших высоких двухметровых заборов. Тогда все изменится. Ну а теперь самое интересное. Теперь именно мы поговорим о том растении, ради которых мы с вами приехали. Посмотрите, какая красота у меня за спиной. Я даже не знаю, с чем сравнить эту лиану. То ли это живая черепица, заботливо уложенная сказочными феями, то ли кусок шкуры дракона. Крайне необычное зрелище. Но разве это не чудо? Очень жаль, что мы не попали в период цветения, потому что цветы у этого растения еще более необычные. Посмотрите сами. Вот благодаря этим цветам и согласно доктрине подписей, эта лиана и получила свое название. Помните, была такая теория, что создатель подписал растение. И если морковь на срезе похожа на радужку, то она полезна для глаз. Виноград на легкие, печеночные мхи, соответственно, на печень. И так далее. А цветы этой лианы похожи на женскую мотку. Поэтому отвар из этой лианы давали женщинам после родов, чтобы избежать заражения крови. И называется это чудо аристолохия. От греческого аристас, лучше и локхия, роды. Есть у этой лианы еще одно название. Киркозон. В общем, кому как нравится. Так и называйте. Мне вот очень интересно. Много наших подписчиков узнали это растение. Или, к моему большому сожалению, эта лиана малоизвестна и крайне недооценена. С чем это связано? Не знаю. Потому что у аристолохии есть достаточно два зимостойких вида. Это маньчжурская и крупнолистная. Если есть выбор, какой выбирать, то выбирайте маньчжурскую. У нее, если и обмерзают, то только кончики. А вот у крупнолистной бывает обмерзает весь прослогодний прирост. Но это не повод отказываться от этой красоты. Киркозон все наверстает за весну-лето. А вот для южных регионов подойдет аристолохия пушистая. Хотелось бы узнать, опять же, у подписчиков на этот раз из Казахстана, знакомы ли вы с этой лианой. И если да, то как часто она у вас встречается? На мой взгляд, это именно то, что необходимо в вашем жарком климате. То есть две всегда недостающие вещи – тень и прохлада. Если ее посадить у беседки, то защита от знойного дня вам обеспечена. Из-за плотного прилегания листьев. А вот для Ленинградской области это спорное достоинство. Хотя несколько дней теплой, я даже бы сказала, жаркой погоды у нас в этом году были. И эти дни я бы предпочла провести или на берегу моря, либо в беседке, увитой именно Киркозоном. Вот только не очень понятно, что делать с остальными днями. Поэтому беседка и аристолохия точно не для Ленобласти. А вот изгородь – это да, красиво и очень эффектно. Ну все, хватит петь ей дифирабы. Давайте поговорим об агротехнике. Вот мне почему-то кажется, что подписчики, которые с нами со дня запуска канала, уже только по внешнему виду могут сходу сказать, что нравится этой Ленинградской области, а что нет. Но ведь есть те, кто попал на канал первый раз. Поэтому я задержусь на этой теме отдельно. Мы с вами знаем, что чем больше листовая пластинка у растения, тем больше оно теряет воды в жаркий день. Ведь площадь испарения очень большая. Соответственно, из этого можно сделать вывод, что если вы находитесь в жарком климате, или у вас постоянные проблемы с водой, то неплохо бы посадить растения в полутень. А вот если теплое лето является для вас редким подарком, то солнечное место Киркозона будет самое то. Единственное, если уж погода нас порадует, жаркая погода, то неплохо бы в вечерние часы сделать душевание растения. Вообще, аристолохия крайне пластичное растение. В своем желании путешествовать и заселять все новые и новые территории, она подстраивается к климату. К примеру, экземпляры, растущие на юге, имеют устицы исключительно с нижней стороны листа. Эта мера необходима растению, чтобы сократить испарение в жару. Еще интересным показателем служит тот факт, что чем южнее растение находится, тем оно менее требовательно к плодородию почвы. И тем быстрее у нее заканчивается вегетационный период, и раньше наступает состояние покоя. Что еще можно сказать, исходя из внешнего вида растения? Конечно, что она требовательна к лажности почвы и не очень хорошо переносит засуху. Что у него наверняка мощная корневая система. Что шаг посадки, если речь идет о зеленой ширме, должен быть минимум метр. Что растение великолепно черенкуется. Что растение избегает ветреных мест. Что жизненно необходим воздухопроницаемый грунт. И так далее, и так далее, и так далее. Все это следует из внешнего вида растения. И так почти с любым. Чтобы это понять, не надо академиев заканчивать. Нужно на минутку остановиться и подумать. И все станет понятно. Есть, конечно, исключения из правил. Они обычно связаны с особенностью участков. Но в большинстве случаев даже в интернет лезть не надо. Теперь, более-менее определившись с предпочтениями, мы выстраиваем логическую цепочку дальше. И нам уже понятно, как ухаживать за растением. Нужна хорошая посадочная яма. Желательно с добавлением компоста. Растение необходимо замульчировать. Если у вас глина и суглинок, то ни в коем случае не заглубляем корневую шейку. Место для посадки выбираем защищенное от ветра. Иначе листья будут похожи на тряпку. И это в лучшем случае. В худшем на британский флаг. Еще что-нибудь я забыла? Наверняка. Есть, но пока не приходит в голову. И если вы дополните это в комментариях, я буду очень благодарна. А теперь, что не лежит на поверхности. Что нельзя определить по внешнему виду. Если вы откроете любую статью в интернете о киркозоне, то там обязательно будет упоминание о ее лечебных и полезных свойствах. Вод прямо от всего помогает. Причем от легкой простуды до родовой горячки. При этом у мужчин. Я хочу предостеречь любителей лечения народными средствами. Не торопите собирать цветы, листья, дергать корень или нарезать лиану. Поверьте, в мире растений не все так просто. Киркозон действительно обладает волшебными средствами. Вот уже не одно тысячелетие он используется в китайской медицине. Но видов арестолохии много. И у каждого вида своя специфика. У какого-то вида используется только стебель. Где-то берется корень, где-то листья, плоды или цветы. Я специально не даю виды, чтобы избежать самолечения. Не стоит. Киркозон очень тонкий инструмент. И неосторожное применение может очень дорого вам обойтись. Так еще недавно в Бельгии в 1993 году разразился скандал. В одном из травянистых препаратов для похудения Стефанию 4-тычиночную заменили на арестолохию фаганчи. В итоге пострадало более 100 пациентов. У них просто отказали почки. Многим в итоге потребовалась пересадка. Поэтому давайте не заниматься самолечением, а будем киркозон воспринимать как красивую экзотическую лиану. На этой, не знаю уж, оптимистической ноте или нет, я заканчиваю свой рассказ. Жду ваших комментариев и рассказов о вашем знакомстве с киркозоном. Ах, да, чуть не забыла. Подписывайтесь на канал. Субтитры подогнал «Симон»!